Здравствуйте! На первом предвыборные дебаты. В этом цикле программ мы обсуждаем исторические пути России, все то, что мы объединяем понятием национальная идея. Сегодня у нас в студии Коммунистическая партия Российской Федерации, которую представляет Николай Михайлович Харитонов, партия «Союз правых сил», от которой выступит Борис Ефимович Немцов, и партия «Гражданская сила», которую представит ее лидер Михаил Юрьевич Борщевский. Напоминаю о регламенте. Вначале участники дебатов выступят со своими тезисами по теме сегодняшней дискуссии. Напоминаю, что это национальная идея, после чего мы перейдем непосредственно к дебатам. А в конце каждый участник дебатов еще раз обратится к вам, уважаемые телезрители, для того, чтобы убедить вас голосовать именно за свою партию. Напоминаю, что в соответствии с законом о выборах, всем участникам предвыборных дебатов выделяется одинаковое время на высказывание. Я буду внимательно следить за соблюдением закона. А сейчас я хотел предоставить слово представителю Коммунистической партии Российской Федерации Николаю Харитонову. Николай Михайлович, каковы ваши основные тезисы касательно той национальной идеи, которую могла бы объединить наше общество? У вас ровно одна минута, прошу вас. Уважаемые товарищи, граждане, избиратели России, труженики российской деревни, я обращаюсь к вам. 2 декабря предстоят выборы в 5-ю Государственную Думу Российской Федерации. Несмотря ни на что, вопреки всему, я приглашаю вас на выборы и поддержать Компартию Российской Федерации. Компартия всегда была за сильное государство, за сильное государство, в котором мы с вами будем жить достойно, уверенно, в завтрашнем дне. Компартия на выборы идет очень сильной командой, имеет великолепную программу. Мы не на словах, а на деле знаем и умеем, как защитить ветерана, пенсионера, детства, материнца и всех тех, кто на необъятных просторах нашей Родины несет нелегкую службу. Компартия Российской Федерации, наверное, единственная политическая партия, которая отставит идею социальной справедливости, интереса трудового человека. Поэтому, голосуя за КПРФ, вы голосуете за себя. Спасибо, Николай Михайлович. Пожалуйста, переходим теперь к выступлению Союза правых сил. Борис Федорович Немцов, каковы ваши тезисы относительно той национальной идеи, которая могла бы объединить российское общество? У вас ровно одна минута. Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья. Когда убили Аню Политковскую, Путин сказал, что она своей смертью нанесла больший ущерб власти, чем своими критическими публикациями. Когда стреляли по Бесланской школе, где были сотни детей, стреляли из гранатометов и танков, это было очень жестоко и цинично. Впрочем, так же жестоко и цинично было то, что говорил Путин по поводу смерти Политковской. Когда 38 миллионов пенсионеров в нашей стране получают нищенскую пенсию, в то время как нефть стоит больше 90 долларов за баррель, это жестоко и цинично. Мы считаем, что главная проблема не в деньгах, их у государства много, а главная проблема в равнодушии власти, в том, что она слишком цинична. И мы считаем главной национальной идеей, идеей гуманизации нашей страны. До тех пор, пока власть не будет по-человечески относиться к собственному народу, мы ни одной проблемы не решим. Ни вашей проблемы не решим, ни страны в целом. Так что гуманизация России, вот национальная идея. Спасибо. Пожалуйста, партия гражданской силы, Михаил Борщевский. Михаил Юрьевич, ваши тезисы по поводу того, какая национальная идея могла бы консолидировать российского общества. У вас минута. У меня такое ощущение, что я сегодня, когда вошел в эту студию, что я вошел в музей истории. Представители партии КПРФ, люди, которые виновны, ответственны за то, что развалили нашу страну в советские годы. Да-да, именно они развалили, они создали предпосылки для того, чтобы Советский Союз рухнул. Либералы 90-х, которые, наверное, хотели хорошего, но что получилось, мы с вами все видели, все еще помнят. Была национальная идея через капитализм возродить Россию, через дикий капитализм, дикий рынок. Все это не работает. У меня вообще ощущение такое, что чем меньше государство вмешивается в наши с вами дела, тем лучше мы с вами будем жить. И чем мы с вами лучше живем, тем крепче и сильнее будет Россия. Не от сильной России к богатым гражданам, а от сильных, богатых, здоровых граждан к сильной России. Вот наша идея. А если коротко одной фразой, дайте нам возможность самим сделать себе хорошо. Не мешайте. Спасибо. Благодарю представителей всех партий. Первая часть нашей программы завершена, и мы переходим непосредственно к дебатам. На первом канале предвыборные дебаты. Напоминаю, что сегодня темой нашей дискуссии является национальная идея. И первый мой вопрос к Николаю Михайловичу Харитонову. Николай Михайлович, много лет идут разговоры о том, что необходимо выработать национальную идею, которую могла бы консолидировать российское общество. Так что же, на ваш взгляд, могло бы объединить людей с самых разных политических взглядов, для которых Россия является родиной? Я в своем вступительном слове сказал, что Компартия всегда имела в виду, говоря, национальные идеи. Это сильный государство. Сильный государство, в котором царит справедливость, духовность, нравственность. Не тогда, когда все отдано в частные руки. Тогда, когда, а сегодня мы видим тот дикий капитализм со звериным оскалом, когда никто никому не нужен. Практически он сегодня уже отталкивает население от созидательного труда, прекрасно понимая, что на Барина трудиться нет желания. Поэтому не случайно Советский Союз, это был, может быть, наиболее удачный, удачный проект. Тогда, когда, ну, наверное, насильно бы, никогда бы никто не загнал бы 130 национальностей, жить под одним флагом и защищать ценой жизни свое родное государство. Поэтому духовность, нравственность, сильное государство, уверенность, свобода, уверенность в завтрашнем дне. Вот то, о чем говорят Компартии, о чем говорит наша программа. Это сильное государство, а оно складывается как раз вот из тех посылов, о которых я говорил. Справедливое государство. Понятно. Пожалуйста, вопрос от партии Союз правых сил. Николай Михайлович, ну, я вас сто лет знаю. Да, давно. И знаю вас еще со времен, когда вы возглавляли хозяйство в Носибирской области. У меня вопрос будет вот о чем. Вот сейчас растут цены на продукты питания, так? И этот рост цен, по всей видимости, продолжится после 2 декабря. Сейчас его пытаются, конечно, сдержать. А в Москве и в стране тоже завал импортных продуктов. Можете ли вы дать оценку плану Путина по сельскому хозяйству? Конкретно национальный проект сельского хозяйства. Я бы, конечно, все-таки просил, Борис Пунин, придерживаться темы в сегодняшней дискуссии. Напоминаю, что экономику мы обсуждали несколько программ назад. Если не будет у нас сельского хозяйства, у нас не будет страны. Вы считаете, что этот вопрос имеет отношение к национальной идее? 100%. Пожалуйста, никому не хочу отвечать. Вы можете сказать, кто ответственен за провал этого проекта, а именно сельского хозяйства? Как зовут этих людей? Какую партию они представляют? И кто лидер этой партии? Я абсолютно поддерживаю идею, что без своей земли, без своего хлеба, а русский мужик на своей земле должен стоять не на цыпочках, и иметь абсолютное полное количество по ассортименту и по ценам продовольствия. И сегодня вы абсолютно правы, в России заваливаются импортным продовольствием. Маленький только пример. В советские времена, тогда, когда из войны вышел Советский Союз, за короткий промежуток времени было освоено 40 миллионов гектаров целинных заливных земель. Сегодня 35 миллионов гектаров пахных земель заброшено. И те национальные проекты, один из проектов, который курирует и ведает вице-премьер Медведев, практически охватывает 1,5% крестьянских фермерских хозяйств, 2% фермерских хозяйств, личных подсобных. По большому счету, проблемы обеспечения продовольствием страны не решают. Скажи, провален проект или нет? Проект, по большому счету, не решает поставленных задач обеспечением экологически чистым продовольствием своего населения. Вы сказали, повышаются цены на продовольствие. Даже смена правительства, замена на Зубкова, мы видим повышение цен не только на продовольствие, а буквально и на ГСМ, на бензин, уже на рубль в регионах. А что будет после выборов Государственной Думы и Президента? Надо думать. Спасибо, Николай Михайлович. Спасибо. Пожалуйста, вопрос от партии гражданской силы. Николай Михайлович, Вы говорили сейчас о том, что нужно сильное государство. Вы за сильное государство. Неужели Вы забыли, что сильное государство в Вашей редакции – это ГУЛАГ, это трудовые армии, это крестьяне, которые не могли выехать из деревень, поскольку у них не было паспортов, это прописка, это ничинское существование рабочего класса и невозможность для интеллигенции слова сказать. Это попытки наших актёров, которые на гастролях, остаться за границей. Попытки учёных выехать из Советского Союза при первой возможности. Вот такое сильное государство. Может быть, всё-таки разумнее говорить о сильных людях, о человеческом существовании граждан России, чтобы Россия стала великой? Или всё время будем ля-ля, великая ля-ля, великая ля-ля. А на самом деле... Вопрос понятен. Я бы хотел вам напомнить и сказать, что если вы не сильный государство, мы бы с вами наверняка не родились. Однозначно. Да, я думаю, папа с мамой мне помогли. И теперь, говоря о бесконечных 30-х, 37-х годах, я вам хотел пожелать одного. В карете прошлого далёко не уедешь. Сегодня та команда, которая во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым идёт на выборах, никакого отношения прямого не имеет. То, что происходило в рамках Советского Союза. Но я вам ещё должен сказать... Вы очень хорошо наследуете все достижения советского народа, но от всех негодяйств, которые были сделаны вашей партией, вашей партией, вы сразу открещиваетесь. Если вы читали нашу программу, читали программу, мы не раз заявляем, и я подтверждаю, всё доброе, хорошее, что присуще было Советскому Союзу, мы берём, мы новое поколение. А плохое мы оставляем? Мы новое поколение. Мы новое поколение. Какое новое поколение? Вы полковник КГБ. Какое новое поколение? Мы новое поколение, поэтому я бы вам не рекомендовал сегодня. Могу сказать только одно. Мёртвый льва может пнуть осел. Не обижайтесь. Я просил бы сейчас перейти всё-таки от личных выпадов к продолжению дискуссии на предложенную тему. Напоминает национальные идеи. Николай Михайлович, у меня вопрос. Коммунистическая партия должна, по идее, выступать за светлое будущее. И много лет она говорила о светлом будущем. Сегодня коммунисты опять предлагают России светлое будущее, которое когда-либо наступит. Значит, мы предлагаем именно сильное государство. Государство, в котором в основе лежит своё образование, культура. И не случайно на нашей эмблеме, нашей новой избирательной кампании депутатов Государственного Дума Пятого Созыва, в основе книга «Серп и молот». Это основополагающее любого государства. Не будет образования, не будет духовности, нравственности, не будет основы. Не будет рабочего класса, не будет крестьянства, не будет государства. Я уже не говорю о составляющей, которая на самом деле только укрепляет государство. Поэтому мы говорим не о светлом будущем, а мы говорим о сильном государстве. Вспомните начало советской власти нового государства. Спасибо. Николай Михайлович, перейдём теперь к дискуссии Союза правых сил. Борис Фаимович Немцов, скажите, всё-таки старый вопрос. Кому ближе Россия? Западу или Востоку? Или у России есть какой-то свой особый третий исторический путь? Ну, безусловно, Россия уникальная цивилизация, европейская уникальная цивилизация. Мы и внешне, и культурологически, и исторически, конечно же, связаны с Европой и будем связаны с ней навеки. Курс, который проводит Путин на сближении с Китаем, на мой взгляд, катастрофа для России. Потому что китайцам нужны наши ресурсы. Никто не живёт в Сибири и на Дальнем Востоке. Эта страна с экономикой в 6 раз больше, чем экономика России. И торгуя с ней оружием, а также разрешая китайцам проводить учения в центре страны, Путин рискует потерять огромную часть страны. Поэтому мы считаем, что, естественно, нам иметь добрососедские отношения с Европой. С тем, чтобы, во-первых, сохранить Россию как целостное государство. А, во-вторых, с тем, чтобы ещё и двигаться в правильном направлении. Понимаете, без демократии, без народовластия, без контроля за президентом, за парламентом и так далее, у нас никогда порядка не будет. Пожалуйста, вопрос от Коммунистической партии, Николай Михайлович. Борис Ефимович, как Вы рассматриваете, Вы, Ваши партии, лично Вы, на самом деле, я подтверждаю, что Вы давно в политике, так же, как и я, о последнем выступлении президента Путина в Лужниках перед молодёжью? Ну, Вы знаете, у меня просто есть одно комментарий. Что именно Вы имеете в виду из выступления? Что просто мы не начали сейчас обсуждать президента как главную тему. А можно моё время я бы использовать, а не Вы, ладно? Да, Борис Ефимович, но просто я хотел бы тему дискуссии просто уточнить. Преще тогда, когда он заявил, что до 90-го года были руководители политики, которые довели страну, и спичек не было, и соли там, и хлеба, и так далее. Теперь уже, после 90-х годов, якобы, значит, тоже те люди, которые бегают, шакалят около посольств. Но я не думаю, что в это время Владимир Владимирович Путин был в партизанах. Я не думаю. Он тоже был в какой-то... Вопрос понятен. Вы знаете, в 90-е годы Путин занимал руководящие должности в нашем государстве. Он был премьер-министром, он изглавлял ФСБ, он был начальником контрольного управления. Так что, когда он говорит, что он никакого отношения к 90-м годам не имеет, это лукавство, это обман. Он управлял страной. Второе. Он дружил с олигархами, он дружил с Обрамовичем, он дружил с Березовским. Именно эти люди сделали все, чтобы объяснить президенту Ельцину, что преемник должен быть Путин. В то время, как мы боролись против того, чтобы Березовский захватил Газпром, он хотел возглавить совет директоров, как вы знаете, Путин стоял в стороне. В то время, когда мы боролись за честную приватизацию связи инвеста, Путин говорил, зачем вы боретесь с этим совсем. Вы что, не знаете, что Березовский и Гусинский есть как раз власть? Так что, он дружил с олигархами, поэтому стал преемником. А мы сейчас в оппозиции, потому что мы с ними воевали. Я считаю, что есть историческая справедливость и есть правда. Сколько бы не врали телеканалы, извините, в том числе и ваш, да, правда стоит в следующем, что мы боролись с ними, а он был на их стороне, и он стал президентом. Сейчас он пытается историю перевернуть, но я думаю, что правда восторжествует. Борис Федорович, тогда не могу не спросить, просто вопрос рвется из сердца. А вы чувствуете свою долю ответственности за то, о чем говорил президент за 90-е годы? Вы же все-таки были во власти. Я в 90-е годы честно работал губернатором 6 лет, а когда пришел в правительство, были отменены залоговые аукционы и прекращена приватизация, вот такая вот, знаете, подпольная. И то, что нам удалось отстоять Газпром, то, что нам удалось отстранить коммерческие банки от бюджета, то, что мы попытались привести в чувство и олигархов, и монополий, хотя они и победили в конце концов, я считаю, это, в общем-то, было достижение. Да, мы проиграли. Тогда на стороне олигархов действительно была большая власть, и Путин с ними дружил. И Путин с ними дружил. Так что, когда сейчас нам рассказывают сказки, в них верить нельзя. Это все обман. Наглый обман. И это аберрация общественного сознания. Попытка исказить историю. Никого не получится это сделать. Пожалуйста, вопрос от партии гражданской. Странный разговор. Мы говорим о национальной идее, все время ищем, кто виноват, вспоминаем историю. Хотя, я считаю, что у обеих ваших партий истории нет, будущего нет, поэтому про будущее вас не спрашивают. Я хочу про настоящее спросить. Борис Фимович, я не буду скрывать, я голосовал за СПС и за предшественников СПС до 99-го года включительно. Потом перестал вам верить. Но, даже когда я перестал за вас голосовать, мне в голову не могло прийти, что я увижу вас, именно лично вас, рядом с Лимоновым. Вот есть же какая-то мера брезгливости, в конце концов. Я уже даже не говорю про политическую ориентацию. Просто мера брезгливости. Как вы могли оказаться рядом с Лимоновым при столь разных декларируемых идеологиях? Вопрос понятен. Вы же, Михаил Юрьевич, в путинском правительстве работаете, вы другие вопросы задавать не можете, поэтому я вас понимаю. Я вам что хочу сказать. Мы, Союз правых сил, абсолютно не разделяем взгляды большевиков и коммунистов. Мы пошли на этот марш только потому, что мы не согласны с курсом, который проводит президент Путин. Этот курс на коррупцию, этот курс на произвол судебный, и адвокат Варщевский это отлично знает. Этот курс на беспредел и грабеж регионов, когда живет один город Москва, а все остальные нищие. Этот курс на цензуру, когда тотальная цензура и сплошное вранье на телеканалах. Особенно сейчас, до выборов. Мы не согласны с этим. Поэтому мы пришли. Пришли с лозунгами какими? За Россию против коррупции. За Россию против грабежа регионов. За Россию против нищенских пенсий. За Россию против Путина. Да, мы пришли на этот марш. К Лимоновым мы не имеем никакого отношения. Он совсем другой организации. Он представляет другие взгляды. Вы знаете, что мы либеральная демократическая партия. И нечего тут отрабатывать аттракцион кремлевский, чтобы дискредитировать нормальную демократическую оппозицию. Я вас очень прошу, не надо этого делать. Вы себя дискредитировали, я не сумею сделать. Вы в этом таланты не заделали. Вы знаете, у меня тогда вопрос. Вот вы критикуете, когда вы были первым вице-премьером. Было по-другому тогда в стране? В смысле? Ну, в смысле? Тогда было по-другому? Коррупции не было, ничего не было? Коррупция была в два раза меньше. Социальные пороки в два раза меньше. То есть лучше было в 90-м? Я вам и так скажу. По уровню коррупции мы были на 85-м месте тогда. Сейчас на 143-м. Он отбросил нас на 143-м месте. Мы с Зимбабве, Сейра-Леона и Нигером по уровню коррупции. Позорище. Вот результаты управления. Сплошная коррупция. От детских садов до Кремля. Вот и все результаты. Спасибо. Переходим к дискуссии партии Гражданская Сила. Михаил Юрьевич, чем отличается государственная идеология от государственной идеи? Или от национальной идеи? Я сейчас даю экзамен по философии? Нет, я вам задаю вопрос. Вы знаете, для меня особые разницы... Нет, наверное, есть все-таки разница. Потому что вы критикуете государство просто часто. Я критикую государство, потому что государство не должно подавлять индивидуума, не должно подавлять человека. Это государство делает... На нашей территории государство это делает всегда. Делало постоянно. Ну, может быть, за исключением периода с 1861 по 1917. Вот в этот период государство не очень подавляло человека. Государственная идеология... У нас ее нет. Это одна из самых больших проблем. Потому что мы живем в стране без идеологии. Вот. А что касается государственной идеи, то вот мой спор с господином Харитоновым, наверное, открыл, как бы, мои карты. Я считаю, что государственная идея, это чтобы граждане жили хорошо. Коммунисты считают, что государственная идея, это чтобы государство было сильным. Мы жили при сильном государстве. Очень сильном. Только жили мы плохо. Мы жили в период, когда государство вообще ушло из жизни, как бы, из экономики ушло. Вот все. Рынок сам все сделает. 90-е годы. Мы опять жили плохо. Поэтому государство должно проводить экономическую политику, а не само заниматься хозяйствами. Государство должно проводить идеологию, только не агитпропы ЦК КПСС, а идеология права либеральных ценностей. То есть прав человека. Государство должно обеспечить, обязано обеспечить нормальное функционирование судебной системы. Когда люди, приходя в суд, идя в суд, по крайней мере надеются на справедливость. Государство должно много нам должно. А мы ему очень мало что. Только заплатить налоги. И все. Причем не драконовские налоги и не под воздействием налогового терроризма, который сегодня имеет место быть. Но государство нам должно больше, чем мы ему. Вот это, с моей точки зрения, здесь разница между идеей и идеологией в государственной политике. Спасибо. Вопрос от коммунистов. Михаил Юрьевич, почему, скажите откровенно, перед миллионной аудиторией, за что и почему вы ненавидите коммунистов, советскую власть, которая вас выучила, выкормила и, в общем-то, сделала таким привлекательным человеком. Дорогой мой, выкормила и вырастила меня моя семья, которая жила очень-очень трудно. Потому что при советской власти даже совместительство не разрешалось больше, чем одно. Мой отец работал на одной работе и подрабатывал на другой. На третьей не мог. Вы ему не давали. Ваша советская власть ему не давала. Вашей советской власти я обязан тем, что на комсомольском собрании я слушал одно и, соответственно, отвечал одно. А дома говорили бы совершенно другое. Вот эти двойные стандарты, этот цинизм, это продукт вашей советской власти. И вот не благодаря, а вопреки вашей советской власти, даже не советской власти, а вашей партии, абсолютно циничной, не благодаря, а вопреки, все-таки выросло наше поколение, которое еще не полностью разучилось думать. Которое, слава богу, не возненавидело страну, в которой была ваша советская власть и ваша ЦК КПСС. Понимаете? Мы страну еще сохранили, любовь к стране. И мы пытаемся сегодня развести все те авгивы и конюшни, которые за 80 лет вы наваляли. Вот почему я ненавижу. Позиция понятна. Пожалуйста, вопрос от партии СССР. Вы знаете, вот, честно говоря, дискуссия о том, что было 50 или 100 лет назад, мало кому интересно, телезрители. Ее мы и начали. Можно про современность. Про современность у меня вопрос следующий. Вот вы же в правительстве работаете, правильно? То есть в путинском правительстве. Вот мы анализировали итоги правления Путина и пришли к выводу, что выросла коррупция в два раза, я уже сказал, 143 место, да? 38 миллионов нищих пенсионеров в стране и ограблены регионы в пользу центра. 70% денег в Москве, 30 регионов. Пожалуйста, вопрос. Вопрос к вам следующий. Вы план Путина поддерживаете? Мне очень трудно сказать, поддерживаю ли я план Путина, потому что план Путина в плане того, что, как он был озвучен Астаховым, по крайней мере, это звучало так. Значит, все сильные государства, всеобщее благоденствие, все сытые и здоровые. Да, это я поддерживаю. А что вы тогда не видели Россию? Только разница, объясню, в чем разница. Разница в том, что никто не против того, чтобы быть богатым и здоровым, что это лучше, чем бедным и больным. Дело все в том, что детализацию плана Путина в изложении Единой России я не поддерживаю. Я не согласен с теми методами, которыми можно достигать всеобщего благоденствия. К тому же я не верю во всеобщее благоденствие. А как вы поддерживаете план Путина, работаете на Путина? Очень просто. Я работаю не на Путина. Как в правительстве Путина работают? Я работаю не на Путина, я работаю на закон. И вы, Борис Ефимович, прекрасно знаете, что далеко не всегда позиция правительства в конституционном суде, которую я формулирую, соответствует той изначальной, которая была сформулирована министерствами и ведомствами. Слава Богу, мне пока удается, как правило, за исключением... То есть вы партизан там, да? За исключением в какой-то мере, да. За исключением двух случаев мне удалось изменить позицию правительства с первоначально на ту, которая была озвучена в конституционном суде и конституционным судом поддержана. Два раза мне это сделать не удалось. Нет, двусмысленная ситуация в том, что вы в путинском правительстве, а курсы, планы вы не поддерживаете. Нет. По-моему, надо уйти тогда с этим. Знаете, все-таки, все-таки, мне хотелось бы от дискуссии по внутренней политике вернуться к основной теме нашего сегодняшнего разговора. А вот такая тема... Михаил Юрьевич, поэтому у меня к вам вопрос, тот же самый, который я задавал Борис Ефимовичу. Что ближе России? Восток или Запад? Или у России есть третий путь? Значит, я очень люблю приводить такой пример. Например, назовите мне трех китайских писателей, трех японских писателей, а теперь трех европейских. Понимаете, да? Если вы можете, вы уникум. Потому что ни в одной аудитории никто мне больше одного китайского и двух индийских писателей не назвал. Значит, а европейских трех назвать может каждый. Значит, мы европейская страна. Вот все эти игры в Евразию, в такой тени-толкай по Чуковскому, мне, честно говоря, надоели. Конечно, я не собираюсь призывать к тому идиотизму, которому призывает демпартия. Все завтра, вот завтра мы вступаем в единую европейское сообщество, вот просто завтра нас приняли с распространенными объятиями, у нас все тоже наладилось. Прежде чем мы там войдем, мы должны все наладить. Но идти мы должны по тому пути, который исторически наш путь. Это путь европейский, европейских гуманитарных ценностей, европейских экономик. Спасибо, Михаил Юрьевич, ваше время и истекло. Дебаты на этом закончены. А сейчас каждый участник дебатов сможет еще раз обратиться к вам, уважаемые телезрители, для того, чтобы убедить вас голосовать именно за свою партию. Николай Михайлович, итак, все-таки, какова национальная идея с точки зрения коммунистов? С точки зрения коммунистов, Компартия Российской Федерации, национальная идея – это сильное государство, которое служит своим людям, своим гражданам. Поэтому, уважаемые телезрители, вы убедились, голосовать, кроме как за КПРФ, больше не за кого. За социальную справедливость, за Компартию Российской Федерации – та партия, которая защищает интересы трудового человека. Мы четвертый в избирательном бюллетене. Голосуйте за КПРФ. Спасибо, Николай Михайлович. Борис Фимович, правильно ли я понял, что идеология 90-х – это и есть национальная идея России? У вас 30 секунд. Национальная идея – это гуманизация России. При том цинизме и жестокости власти, которая существует сейчас, мы нашу страну счастливой и успешной никогда не сделаем. Вот потоки лжи, клеветы, пропаганды, которые льются на вашем телеканале, вы не верьте людям этому. Это все ложь. Они нас боятся. Они запугали страну. Голосуйте только за Путина, без пенсии останетесь. Голосуйте только за Путина, иначе вас выгонят из университетов. Голосуйте за СПС. Это абсолютно точно. Это правильно. Мы по-человечески будем к вам относиться. Гарантируем. Не цинизм, а не жирный. Спасибо, Борис Фимович, Михаил Юрьевич Борщавский. Пожалуйста, о национальной идее, объединяющей Россию, 30 секунд ваше выступление. Допросите меня, ведущей и политизированной части аудитории. У меня сегодня такое лирическое настроение. У меня сегодня 32-я годовщина со дня свадьбы. И для меня национальная идея – это семья. Для меня национальная идея – это когда жена поддерживает мужа во всем, что он делает, а муж поддерживает жену. Для меня национальная идея – это любовь и счастье. За кого голосовать вы сами решите. Голосуйте за умных. Дураки и так пройдут. Спасибо. Ваше время истекло. Предвыборные дебаты на Первом канале подошли к концу. Сегодня нашими гостями были от Коммунистической партии Российской Федерации Николай Харитонов, от партии «Союз правых сил» Борис Немцов и от партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский. В этом цикле программ мы обсуждаем национальную идею России. Что об этом думают другие партии, узнаете в следующие дни. Предвыборные дебаты на Первом канале. Каждый будний день в 7 часов 5 минут сразу после выпуска новостей. Не пропустите.